Малышаткам привет! Сегодня нам 20 дней. Будем взвешиваться сегодня. Посмотрим сколько набрали. Ну, я думаю, вес должен быть хороший. Такие вот бочки получились уже. Увесистые. Вот эти вот утятки похожи на моих от синей уточки, поэтому нужно их пометить сейчас. Подойдет нам что-то? Нет? Какие там у вас лапки? Нет, это маленькие. А следующие большие, наверное. Вот эти, наверное, подойдут. Вот здесь три похожих на мои немножко, хотя они по весу должны отличаться кардинально, но на всякий случай. Вот есть точно такой же у синей утки. Он младше, вернее, старше дней на пять. Вот так примерно. Но размера они одинакового. Почти. То есть эти все-таки будут покрупнее. Так, еще выгружаемся. Тут, правда, уж такие тяжеловесики. Посмотрю. Если будут обижать... Рот открывает на него. Если будут обижать, то тогда раздельно поселю. Ну что, тяжеловесики, пройдемте на взвешивание. Ну, так еще и выпрыгнете. С такого ящика. Спокойненькие, но все равно хотят выбраться, да? Да. Посидите. Не страшно же ничего. Крышка нужна. Так, кто у нас еще из больших? Тихонечко. Вы такие огромные. Вы как гусятки, а не утятки. Оп. Так, и возьмем самого старшего от голубой. У них разница три дня с этим вот. Ох, какие. Я хоть дотащу вас. Одну руку точно не дотащу. Ну что, приступим. Так, бирочки я у них поснимала, потому что они так быстро росли, и я не успевала им подбирать размер нужный. Поэтому теперь все спутались. то мальчик, то девочка. Теперь это неизвестно. Так, садись красиво. Никуда не беги. Пятьсот. Пятьсот шестьдесят коричневый один. Так, второй коричневый потяжелее будет. Пятьсот пятьсот семьдесят. Только в туалет не ходите здесь, пожалуйста. Так, беленький. Четыреста пятьдесят. Это, наверное, девочка. Так, еще один беленький. Пятьсот четырнадцати. Сколько там? Так, третий беленький. Четыреста восемьдесят. И вот этот был самый большой. С пятнышком. Мальчик. Куда пошел? Сколько? Так, мы чуть-чуть не добрали. Пять грамм не добрали до шестиста. Лапу поставь. Садись давай, красивый. Так, у нас произошла авария. Устранили непорядки. Ну, теперь ты меньше точно после этой аварии. Ну, в общем, почти шестьсот грамм он был, пока в туалет не сходил. И вот этот вот. На три дня младше. И вес на порядок меньше. Триста грамм, что ли? Ничего. Стоять. В общем, триста грамм. Ты такой мелкий, еще и велик. Ох, еще и кусаешься. Ровно триста. Молодцы. Такие булочки. Замечательные малышки мне попались. Бролерные, да? В общем, я очень довольна этими утятками. Они растут прямо на глазах. Приезжаешь, а они уже конкретно подросли. Еще вот буквально тихо. Еще вот пару деньков, и они сюда уже не будут вмещаться. А мест еще нет. Еще не готово вам ничего, домика никакого. Вам нужно будет что-то придумывать. Какую-то постройку. Красавчики. Кушают малыши пока стартовый комбикорм. Утиный конкретно. Для них был куплен. Зерно насыпало. Вот ведерко. Целое таки осталось. Ну, может, я попробовал пару зернышек. А так они пока не едят зерно. Ну, и травку, конечно, тоже даю им. Но травы особо нет, тоже сочной. Позасыхало почти все. Для них посочнее на огороде. Подыскиваю немножко. Как вкусненько. Какие умнички. Даже малышик заинтересовался. Малышня учится. Учишь детей, да? Эй! Пушок! Стой! Пушок! Пушок полетел, напугался. В уличной клетке с водой вообще проблем нету. Им хватает ведра с головой. Мне кажется, они не так плюхаются, как бегунята. Более адекватные. В общем, я вообще не знаю, зачем я этих бегунят завела. Вот же она, идеальная утка. Выводила я их в инкубаторе. А яйцо купила первой попавшейся на LX. И вот так вот повезло. Наверное, сработало правило, что новичкам везет. Вот так испугался. И вот мне повезло с вами. Яйцо стоило всего лишь 20 гривен. Это вообще, конечно, не цена на таких вот малышаточек. И поэтому в том же месте я докупила еще одну партию. Вот так вот. Продолжение следует...